В Калинковичах строят первый в районе электродом. Кто там сможет купить квартиру и почем будет квадратный метр? Особенность обогрева этого дома заключается в том, что здесь установлены электроконвектора для отопления квартир самих и для получения горячей воды установлены бойлеры. Раньше ходили на физкультуру в спортивные центры, и это было очень неудобно. Как в одной из школ Калинковичей наконец-то появился свой суперкомплекс. Конечно, это радость для всех, потому что были поколения учащихся, которые жили без спортивного зала, к сожалению. Поэтому очень рады тому, что эта стройка закончилась. Помните, мы недавно рассказывали о высотке, которую собирались строить рядом с восточным обходом в Гомеле? Уже известно, какие там будут квартиры и сколько они будут стоить. Ведем прием заявлений. В этом доме предусмотрена одна-двух-трехкомнатная квартира. В снежный февральский день съемочная группа большой стройки отправилась в Калинковичи. Здесь живет около 38 тысяч человек. А вместе с районом все 50. Последние годы в райцентре стали расти не только отдельные многоэтажки. Появляются целые микрорайоны. А если есть спрос, то почему бы не строить? Едем в один из новых микрорайонов – Никонова-2. По атмосфере и тишине кажется, что это окраина. На самом деле до центра всего пара минут. Раньше здесь были сплошные заросли. Строить Никонова-2 начали 6 лет назад. В 9-ти пятиэтажках – 380 квартир. Шесть домов предназначены для нуждающихся в улучшении жилищных условий. Два – это долевое строительство и один – социальное жилье. Идем в самый новый дом. Строительством многоэтажки занимался Мозорский домостроительный комбинат. Строился для нуждающихся в улучшении жилищных условий. 40-квартирный жилой дом, 32 квартиры с отделкой. Поэтому мы можем посмотреть квартиру с отделкой. С удовольствием идем смотреть. Кстати, стоимость квадратного метра в доме – 1170 рублей. Это вполне приемлемая цена для Калинковичей. Мы сейчас находимся в трехкомнатной квартире, площадью 74 квадратных метра. А площадью стальных квартир – двух, а однокомнатная? Двухкомнатная – это 62 квадратных метра, однокомнатная – 41. Дом практически заселен. Свободными осталось всего несколько квартир. Кстати, лоджии, как и любят жители, просторные. И главное, расположены на кухнях. На ручках окон – замки. Любой заботливый родитель сразу оценит важность этого механизма. Я вот как мама обратила сразу внимание, что ручки на окнах со специальными замочками. Скажите, пожалуйста, вы во всех домах ставите такие? Да, на сегодняшний день во всех домах у нас идут ручки с замками безопасности. Это наши требования, которые мы выполняем. То есть это на государственном уровне, да, уже требования такое? Да, да. И на всех, кроме первого, либо вообще? Все. Все окна снабжены замками безопасности. А еще в этом доме жильцы могут самостоятельно решать, какая температура воздуха будет в их квартире. Мечта же, правда? Все дома в этом микрорайоне сделаны с поквартирным отоплением. Это дает возможность людям самим регулировать температуру в своих квартирах в любое время года. И от этого зависит квартплата. Скажите, почему решили строить дома с поквартирным отоплением? Это был запрос людей. Это экономичнее. В чем выгода? Это было как экономически, так и по тем обращениям людей, которые хотели строить квартиры с поквартирным отоплением. Да, потому что ведь часто люди, которые живут в многоэтажках, завидуют тем, кто в индивидуальных домах, потому что им можно регулировать температуру. Поэтому этот микрорайон расположен в таком месте, во-первых, что по экономическому теплотрассу протянуть это было довольно-таки затратно. Поэтому было принято решение построить на газовом отоплении. Такая практика будет дальше продолжаться? Скажите, если вы будете планировать еще какие-то микрорайоны? Ну, на сегодняшний день мы проектируем микрорайон с электрическим отоплением. Это уже новое новшество, которое даст еще больше выгодные условия для наших людей. Ну, мы посмотрим, да, сегодня обязательно? Да, посмотрим. Расти будущий микрорайон, где все дома будут с электрическим отоплением, начнет от окраины Калинковичей в сторону Мозыря. Пока же едем смотреть первый в райцентре электродом. Строит его Светлогорский домостроительный комбинат. На стройплощадке как раз идет планерка. До сдачи осталось совсем немного времени. Сдача запланирована на март месяц данного объекта. Дом сдается практически со стопроцентной полной отделкой. Заказчиком является Калинковичский УКС. И дом строится для нуждающихся в жилье по 240-му указу. Стоимость квадратного метра в электродоме – 1400 рублей. Все квартиры предназначены для нуждающихся в улучшении жилищных условий. Еще один электродом сейчас строят в Светлогорском районе. В ближайших планах возведение еще нескольких в других уголках Гомельщины. Естественно, там, где это будет экономически выгодно. Растет и ширится в Калинковичах частный сектор. Ведь одни хотят жить в квартире, а другие мечтают о собственном доме. Эта территория – самая большая частная застройка в районном центре. Простор и раздолье больше напоминают пригород. Люди с удовольствием получают здесь участки и не откладывают строительство. Мы с вами находимся в самой большой городе Калинковичи. В районе индивидуальной жилищной застройки. Это второй этап. В прошлом году выделено порядка 100 участков. И на первом этапе выделено 554 участка, где уже приступили люди к строительству. Жилищное строительство индивидуально востребовано у нас. Порядка 42 семей строят многодетное у нас индивидуальное жилье. Очередь нуждающихся 104 человека на сегодняшний день на участке еще есть в городе. Хотя есть в другом месте свободные участки, но люди хотят именно в районе Ситни. Потому что здесь есть все коммуникации, начиная от газоснабжения, электроснабжения, центральной канализации, водопровод. Здесь все это есть, в каждом участке подводится. К вереницам школьников, которые со спортивной формой в руках годами напролет ходили от первой школы к спортивным учреждениям, в Калинковичах привыкли. Дело в том, что у ребят не было своего спортзала. И если лишний раз пробежаться летом по улицам только в радость, то в ненастье приятного было мало. Зато теперь директор школы с большой гордостью ведет нашу съемочную группу по коридорам нового спортивного комплекса. Мы находимся в спортивном комплексе при стройке к средней школе номер один города Калинкович. Это долгожданная стройка, которая была завершена буквально год назад, в 2020 году. Сейчас в этом комплексе занимаются учащиеся наши школы. Это порядка 972 человек. Плюс проходят дополнительные занятия, а также соревнования на уровне школы города и района. Сейчас я с удовольствием приглашаю вас в спортивный зал. Понимаю, что дети точно рады. А вот для вас, насколько долгожданным это было событие? Я хочу сказать, что рады все. Потому что дети, конечно, они с большой завистью ходили в другие школы, когда принимали участие в соревнованиях. И они чувствовали, скажем так, некую ущемленность, почему у других есть, а у них нет. Когда завершилось строительство, уже шли работы по комплектации мебелью, по установке мебели. Дети, особенно старшеклассники, они не считались со временем. Они проводили здесь все вечера, помогая учителям, работникам школы собирать мебель. Что касается меня, как директора школы, конечно, с одной стороны, это дополнительные хлопоты и заботы. Но с другой стороны, да, это радость в том, что дети могут в свободное время, в вечернее особенно, прийти и заняться спортом. Кроме спортивного зала, в котором мы находимся, я вам покажу еще и тренажерный зал, и большой зал, где можно заниматься фитнесом. И наши не только учащиеся, но и учителя посещают группы по занятиям фитнеса. Ну, здоровый образ жизни, никого не надо убеждать, как это важно и как это необходимо. Но кроме того, конечно, когда дети хотят провести время в школе, это здорово. Они тогда не будут собираться на улицах, у подъезда, скажем так, пить пиво или еще что-то. То есть мысли у них работают в другом направлении. Поэтому, конечно, рады все, и жители микрорайона, и дети, и родители. И у нас еще складывается так, что в школе учатся несколько поколений. Бывшие ученики приводят своих детей, потом уже дети приводят своих детей, то есть по три поколения. И, конечно, это радость для всех, потому что, ну, были поколения учащихся, которые жили без спортивного зала, к сожалению. Поэтому очень рады тому, что эта стройка закончилась. И хотелось бы, конечно, сказать слова благодарности тем людям, благодаря которым это свершилось. Потому что понятно, что денежные вложения достаточно большие. Конечно, большое внимание к завершению строительства уделял наш районный исполнительный компетент во главе с его председателем, гостем Сергеем Александровичем. Большую помощь финансовую оказал наш земляк, депутат областного совета депутатов Борисенко Олег Леонидович. Принимала участие в том, чтобы стройка продолжилась. Бывшая директор школы нашей Елена Владимировна Кличковская, нынешняя управляющая делами областполкового. Может быть, я кого-то еще забыла, но мы благодарны всем, кто хоть каким-то образом приложил руку к тому, чтобы закончить то прекрасное здание, в котором мы сейчас находимся. А еще комплекс приглашает всех желающих заниматься спортом. Уже, кстати, есть и расценки на спортивные услуги для взрослого населения. Но это еще не все, что сделано в Калинковичах для школьников и любителей активного образа жизни. Наконец-то отреставрирован стадион. А это тоже долгожданное событие. Раньше на игровом поле после дождя стояла вода. Но как было играть? Спортсмены мучились. Мы на Калинковичском стадионе. Понятно, что сейчас зима, все в снегу, людей нет. Но я думаю, что когда станет тепло, здесь будет очень много спортсменов, зрителей, болельщиков. Расскажите, насколько это был долгожданный объект и как его ждали люди? Да, было много обращений у нас по поводу нашего стадиона. Старый стадион был построен каким-то таким способом, что постоянно находились, здесь образовывались лужи и невозможно было проводить никакие спортивные мероприятия, футбольные какие-то встречи. И в прошлом году, благодаря поддержке губернатора нашего Геннадия Михайловича, благодаря поддержке Белорусской Федерации Футбола, мы сделали реконструкцию нашего городского стадиона. Белорусская Федерация Футбола нам бесплатно выделила искусственное покрытие, которое соответствует всем последним требованиям на сегодняшний день. Из бюджета Гомельской области были выделены средства для произведения ремонта здесь, были заменены биовые дорожки, было организовано устройство основания под покрытие. И благодаря усилиям совместным мы сделали реконструкцию нашего стадиона. Но трибуны поменяли, правильно? Трибуны это остались, подкрасили, подремонтировали, да, что-то. Теперь соревнования можно проводить здесь какого уровня? По заверениям Федерации Футбола, это поле соответствует самому последнему уровню. Даже сборная наша команда по футболу Белоруссии может проводить тренировки на этом поле. Ну и это же единственный стадион такого класса на весь район, правильно? Да, такого класса это единственный наш городской стадион. А вы с вами футбольный болельщик? Да, футбольный. То есть вы лично тоже хотели, чтобы здесь был стадион? Конечно хотели. У нас сейчас ведется работа по формированию футбольной команды, которую планируем, что начнет свое выступление во второй лиге, а дальше будем стремиться в высшую лигу. Покрытие с его устройством, бесплатно выделенное Белорусской Федерацией футбола, стоило около 380 тысяч рублей. Из областного бюджета на строительные работы ушло около 550 тысяч, чем могли и помогали и организации «Калинковичей». В «Калинковичах» приводили в порядок не только беговые дорожки, но и тротуары. В адрес местных властей неоднократно поступали жалобы на отсутствие пешеходной дорожки на длинные улицы Марата. Несмотря что это частный сектор, но движение очень интенсивное. Было много у нас претензий, что отсутствовал здесь тротуар для безопасного передвижения пешеходов. И в прошлом году мы за счет средств районного бюджета сделали тротуар длиной протяженностью 1200 квадратных метров. Строительство это обошлось нам в 154 тысячи, делало наше предприятие ЖКХ «Коммунальник Калинковичский». Сняли проблему. Эта улица тротуар соединяет железнодорожный вокзал с микрорайоном улица Батова. То есть поток пешеходов довольно приличный. На этой площадке мы были совсем недавно, всего пару месяцев назад. А теперь здесь, рядом с восточным обходом, уже кипит работа. В этом году появится новый дом. Как вы видите, сейчас идут подготовительные работы. Началось строительство десятиэтажного четырехподъездного дома. Мы уже ведем прием заявлений. В этом доме предусмотрена одна-двух-трехкомнатная квартира. Цена на сегодняшний день составляет 1400 белорусских рублей. Вот сейчас очень популярны становятся квартиры с отделкой. Скажите, пожалуйста, а в этом доме можно ли попросить доплатить, чтобы тоже сделали квартиру уже под ключ? Да, в этом доме тоже предусмотрена отделка квартир. Все желающие, кто хочет сделать отделку. У нас сформирована цена, она составляет 1536 белорусских рублей. Человек приходит при заключении договора, пишет заявление, что он желает отделку. Если вы тоже хотите построить или купить новую уютную квартиру, звоните в сектор Единый центр продаж квартир областного управления капитального строительства. Специалисты на связи каждый будний день с 8.30 до 17.30. Номера телефонов вы видите на своих экранах. Сегодня на этом все. Следующий выпуск программы «Большая стройка» выйдет в эфир уже весной. Встретимся 28 марта на телеканале «Беларусь-4 Гомель». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова